Дело в том, что мой муж взял вторую жену, намного моложе меня. Хочу с ним развестись. Надеюсь, получат от вас ответ, который поможет сохранить нашу семью. Дорогая моя, вы задаете такой сложный вопрос, который на данный момент, можно сказать, является, наверное, одной из самых волнующих вопросов на данный момент в нашем обществе. При детях матерится, обзывает, говорит все, что хочет, посылает на три буквы. Неужели женщина создана, чтобы всю жизнь выслушивать одни мати и оскорбления от мужа? Помните, конфликт существует до тех пор, пока есть реакция на него. Если вы пристанете реагировать, он успокоится. Подсознательно им кажется, что если громко говорю, доходит, я же с тобой разговариваю. А хотя можно было спокойно об этом говорить. Если бы не было у нас бизнеса, денег было бы больше, кредитов меньше. Что посоветуете? Здравствуйте, уважаемые наши слушатели, уважаемые наши читатели, уважаемые наши зрители. Спасибо, что смотрите рубрики «Вопросы Довлатову. Тайность счастливых изменений отношений». Дорогие мои, хочу ответить на несколько вопросов, которые пришли к нам, чтобы от них была польза к вам. Всегда рекомендую своим друзьям, всегда ставьте лайк, если оно вам полезно или помогло и так далее. Комментарии пишите. Это рубрика для тех людей, которые хотят добиться успеха, для тех людей, которые хотят создать счастливее семейной жизни. Здравствуйте, Сальмур Раджабович. Пишу вам с Казахстана, слушая вас, получаем много полезного. Спасибо вам за вашу помощь, людям, советами. Пишу вам, надеюсь, что получу от вас ответ, подавляющее мое беспокойство. Дело в том, что мой муж взял вторую жену, намного моложе меня. И это произошло к рождению моего последнего ребенка. Я перестала следить за собой, так как ухаживала за маленькими детьми. Набрала лишний вес, и он так поступил. Я понимаю, что ему это дозволено по религии, но это очень тяжело осилить и перебороть. Я принимаю это как предательство, и не могу принять его после всего этого. Мы постоянно ссоримся, дети страдают. Хочу с ним развестись, но жалко оставлять детей без отца. Я всегда на эмоциях. В таком состоянии очень тяжело сконцентрироваться и правильно осмыслить ситуацию. Не знаю, что делать. Надеюсь, получат от вас ответ, который поможет сохранить нашу семью и даст возможность с моей стороны правильно подойти к данной ситуации. Спасибо вам. Дорогая моя, вы задаете такой сложный вопрос, который на данный момент, можно сказать, является, наверное, одной из самых волнующих вопросов на данный момент в нашем обществе. Мы живем в светском обществе, где закон не разрешает нам иметь два жени и так далее. Мусульманину разрешено иметь до четырех жен. Если он, если, там есть, конечно, свои условия, если он смогут все эти обязательства выполнять, одинаково должен заботиться, одинаково должен уважать, одинаково должен даже ухаживать, одинаково должен время провести, одинаково должен побывать вместе с ними. Если он уверен, что он может и материально одинаково заботиться, и физически можно сказать и он должен быть в себе уверен все эти вещи делать так говорит религия а вот с точки зрения вас с точки зрения женщина если так посмотреть конечно это тяжело вам я это очень хорошо понимаю я вас действительно хорошо понимаю но помните одну вещь сейчас моя задача никак мужчина ответит вам потому что многим мужчинам нравится иметь вторую жену или третью жену и так далее но не всем мужчинам некоторые мужчины по своей природе такие некоторые мужчины по своей природе такие что они ну наверное это то что пришлось к нам от природа они хотят им они не могут быть удовлетворены с одной женщине если которые мужчины не такие поэтому наверное религия разрешает что через чем гулять чем гулять и так далее так далее наверно поэтому разрешать что чтобы они имели иногда второй или третий так далее жену потому что природа так нас создал все вишни создал нас все вишни создал нас и поэтому лучше знает наши слабости если вы верующая женщина вам легче будут по проект по крайней мере пережить это намного проще потому что вы это должны осознать не игнорируйте что написано священном книге не игнорируйте я не за чтобы сказать что якобы многоженство это выход я не за я не говорю что чтобы люди пошли занимались многоженством нет я не за но именно для вас сейчас разговаривание всех для вас что вам не надо игнорировать то что написано освещение книги если вы по-настоящему себе читаете мусульманка или верующие потому что игнорируя что написано там ты игнорируешь бога игнорируешь веру поэтому вы сейчас смотрите на на мужа смотрите на то что сказал все вишни тогда легче принимать свою судьбу развестись это не выход поверьте моим словам развестись это не выход конечно разведете часть проблема часть эмоциональные переживания у вас уйдет но появляются другие поверьте моим словам появятся другие конечно современном мире во многих стран вот так практикуется если ему хорошо с другим пусть он пойдет другим я пойду другим но вы куда пойдете другим если у вас столько детей поэтому это очень сильно могут для детей тоже быть сильная травма поэтому было бы правильно вам самим осознавать что придет смотрите там ваши дети и будущего оставший жизнь назад смотрите раз если разведете одиночество и так далее потому что дети все равно видеть замуж и так далее уйдут поэтому мой совет к вам просто фокус не держите на то что муж предательства занимался фокус держите на это и не обвиняйте себя мужчину тянет ки женщина когда она горит когда у него глаза горит когда у нее она вдохновлена когда она уверена в себе женщина как свеча а мужчина как металек который вокруг него крутится поэтому возьмите себе в рук работайте над собой не толкайте его и не спорте с ним просто в свой фокус приведите к тому что я буду лучше подчиняться воля всевышнего я буду лучше принимать судьбу я подчиняюсь то что сказано коране то что сказано священник книги лучше этому подчиняется свеча сны которые время видеть что у вас внутреннее спокойствие появляется и вы будьте более уверены в себе или увидеть что муж начинять больше больше время провести справливым быть по отношению к вам если весь справливый относится к нему из качества понимаю что тебе дозволено я не хочу с тобой постоянно ссориться что оставшую жизнь провести в ссоре и так далее я хочу чтобы просто принимать твою судьбу какая есть и свою судьбу и могу уверенно сказать это мужчина на руках буду вас носить я уверенно скажу но если вы будьте постоянно давить на него постоянно на нервах его действовать постоянно напоминать ему и так далее ничего хорошего нет а если вы не можете принимать его судьбу не можете принимать воля всевышнего тогда разведитесь но помните оставаться для вас лучше и лучше самому стать лучше и этим вы помогать своему мужу стать справливым человеком этим он тоже станет мудрым человеком поверьте мудрость происходит когда жизнь загонять нас в угол ему тоже нелегко полчасовое удовольствие второй жене ему очень дорого обойдется и в моральном плане и психологическом плане и ответственностью и перед богом сами большую ответственность перед аллахом сами большую ответственность перед аллахом я сейчас говорю конкретно вашей ситуации уважаемые наши слушатели и зрители которыми не слышите другие мужчины которыми не слышите не думать что я исследовал такой совет эту женщину это означает что все побегайте женитесь вторую третью жену нет жениться вы женитесь но можете ли вы их делать счастливыми вот это самый важный вопрос это не так просто если одному не удается вам делать счастливым как можете двоих троих делать счастливым вам надо очень внимательно подумать об этом ничего это не трудно это несложно жениться вы можете пожалуйста жениться каждый день а счастью строит вряд ли у вас удается так поэтому что что я рассказываю вам то что говорю не будьте легкомысленным не поддавайтесь временем соблазнам временем удовольствием не каждая девушка который издалека видите она является такая ангелы ангелочка они тоже хорошие пока вы женитесь потом они иногда станет хуже чем ваша первая жена я давал огромное количество консультаций так далее значим я рассказываю поэтому я эту женщину давал такой совет чтобы она приняла свою судьбу потому что надо бояться всевышнего если игнорировать воля всевышнего ничего хорошего нет и я уверен что если эта женщина сейчас она принять свою судьбу и начинает не игнорировать не упрекать мужа работа над собой чтобы стать лучшим лучшей женой станьте лучше женой станьте лучше мат я уверяю вас перестаньте себя обвинять потому что когда себя обвиняете соответственно вы потеряете уверенность в себе деле не в том что вы поправились или нет все женщины поправиться после рода после энне годы возраста это естественно это естественно и это нормально а чё теперь иногда бывает что жена болеет долго постели лежит а чё теперь игнорировать свою семью что ли уважаемые мужчины никогда так не делайте никогда мой совет к вам оберегайте заботиться о них потому что эти женщины доверяют вам свою судьбу они доверяют вам свою судьбу сделать их с счастливыми они надеются на это поэтому вам уважаемая советую принимайте свою судьбу подчиняйтесь воля всевышнего тогда вы будьте счастливыми станьте сильными это поможет вам не фокус на на правде на мужа что он предатель и так далее фокус на правде что я лучше подчиняюсь воля всевышнего и могу уверенно сказать человек который во всем во всем подчиняет что сказано священие книги то есть во всем подчиняется аллаху и из сунни пророка он однозначно достигать счастья успех но это должно быть во всем и в семье и в работе и в деловое отношение и во всем общем воспитаниях детей и в дружбе и в какой-то денежные отношения и и даже когда вы разговариваете и так далее кто человек который во всем подчиняется что написано освещение книги во всем подчиняется воля всевышнего и сунни пророков они просветают такова закон но дай аллах вашему мужу мудрость чтобы он был справливым по отношению к вам аноним здравствуйте садмурат пишу вам с нур султана меня 30 замужем и меня троих детей у меня такая ситуация у нас мужем отношения нормальные но все же постоянно упроки что я медлительная и причем это медлительность указывает 2 во всех моих делах вплоть до посещения туалета это вроде мелочь выводит меня из себя я устала стараться ради него при детях материться обзывает говорит все что хочет последние три буквы я вначале ссорилась отвечала сесс мольча плачу потому что устала начала читать намаз на детей также орет кричит бывает что как даст по голове самая выросла в семье где отец не то чтобы быть быть детей даже не ругала за ошибки но он такой авторитет был для нас подскажите как быть когда него донести чтобы быть и обид и арат материться это поступок слабаков настоящий мужчина так не делает неужели женщина создана чтобы всю жизнь выслушивать 1 мать и и оскорбление от мужа дорогая моя я понимаю такие ситуации тоже очень много много таких сложных ситуации я много выдел таких ситуаций и так далее посмотрите на образ жизни который ведет ваш муж мужчину все равно воспитать легче чем женщина конечно все думают что мужчина должен быть сам самостоятельно чтобы все сам все делать создавать все так далее но к сожалению не все мужчины такие ничего не поделаешь не все мужчины такие подскажите пожалуйста позадумайтесь когда вы начала выходили замужем изначально был такой или потом стал такой если потом стал такой значит может быть он в жизни себя не чувствует реализованными когда мужчина себя чуть чувствует нереализованными во всем и все его напрягает он раздражён нас реакция у него такой везде посмотрите как у него дела идут что у него хорошо получается и так далее попробуйте вдохновить его на достижение его цели когда человек станет более уверенным в себе он менее будет придирчивым другим когда человек начинает действительно почувствовать удовольствие от самореализации особенно мужчине он менее будут придираться и так далее так далее попробуйте вдохновить его к его цели поддерживать его в его выборах так далее когда он ругает и так далее вы станете мудры помните конфликт существует до тех пор пока есть реакция на него если вы пристанете реагировать он успокоится это похоже мяч волейбола если я бросаю вам мяч вы можете его поймать вы можете его не брат понимаете конфликт это взаимный азарт вам не надо плачет вам не надо брать его слова вам не надо реагировать на это вам надо просто стать мудрее перед вами всегда с выбор создавать счастливей семью или доказать что вы праве он не прав перед вами всегда выбор выйдет скоро моя книга называется выбор найдите эту книгу прочитайте у нас есть всегда выбор мы должны каждую минуту выбрать либо выбор доказать что кто-то не прав или либо выбираем что я хочу создать счастливую семью выбор поэтому у вас есть выбор самому выбирать если вы выбираете счастливую семью пожалуйста с этого минута начните себя в своем мозгу воспринимать его как лучше человека почему изменить свою установка в голове дело в том что один из функций нашего мозга такой что на чего вы больше внимания обращайте это человек именно эти скажем этаж черты характера или эти недостатки больше больше проявляет по отношению к вам на что больше внимания обращаете я повторю это человек эти черты характер это все начнет больше проявлять под отношение к вам и ваши мозг будут видеть их если вы будете видеть постоянно думаю до его недостатки они будут увеличиваться 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 тем более когда в этом ещё разговоре administrator постанови эмоционально переживаете это приведет к тому что вы попадаете в состояние сознания жертва, и он попадает в состояние, что если он давит на вас эмоционально, он успокоится. Второй важный момент. Вы должны понимать, что мужчина всегда нуждается эмоциям. Найдите мою книгу, что не знает женщина о мужчинах, что даже не знает женщина о мужчинах. Прочитайте его. Мужчина всегда нуждается эмоциям. Если положительные эмоции его не дадите, он обязательно что-то говорит, что-то натворит или злится, или что-то не будет. Вы плачете, он успокоится. потому что он получил эмоции он это делать не специально но такова природа мужчин ничего не поделаешь поэтому а третий важный фактор в свойства наши мозга того что маши мозг работает как автопилот это означает что 95 98 процент почти дым у некоторых людей 99 процент мысли которые у вас в голове вечерашней мысли если вчера был такой состоянии завтра они повторяться потом еще повторяться и так далее и поэтому нужно стараться чтобы от того что они постоянно повторяются мы переживаем от этой ситуации раз за разом раз за разом раз за разом эти ошибки мы повторяем раз за разом раз за разом поэтому постоянно учитесь постоянно читайте чтобы постоянно стараться быть в кругу более более развитых обществе друзей подруги чтобы у вас в голове было больше больше новые мысли и так далее заменилось взгляды и поведение вы внутри когда растете сознательно вы не будьте реагировать на его поведение так болезненно на его реакция на его то что оскорбляет на его и так далее он эти вещи делать потому что он думает что вы не слышите его например когда иногда человеком разговариваешь спокойно когда ощущать когда люди начали орать когда они в сердце к сердце чувствую что нету не доходит то есть как будто не слышит тебе кто-то люди начнет громко говорит подсознательно им кажется что если громко говорю доходит я же с тобой разговариваю а хотя можно было спокойно этом говорит я же с тобой разговариваю и так далее видите поэтому с этого минута попробуйте вот я прихожу к пониманию что прихожу и всегда осталось к этому что внешний мир окружающий мир относятся к нам так как мы сами себя относим если он и оскорбляет вас значит вы потеряли уверенность в себе или вы позволили если вы будьте когда он грубо отвечает вы грубо не отвечаете потому что грубо грубость не длине решить если вы будьте мудро ответит он прекратить он данного доходит что смысла нету ругаться смысла нету зачем например когда он начнет кричат ругаться и так далее просто один раз два раз не берите не плачьте не реагируйте просто старайтесь в для себя делать вывод что вы проактивный человек но не реактивные реактивные люди это все зависит от внешнего мира кто-то что-то говорит они реагируют про активно он говорит я определил для себя кто я и мне не важно что ты говоришь я хорошая жена я хороший мат и эту следствие не участия что-то делаю у меня к тебе пожалуйста просьба когда человек кричит а вы говорите шепотом когда человек плохо говорит а вы слегка с благодарностью разговаривать даю вам слово через несколько момент у него внутри мучение начинается почему я так себе веду он начнет задуматься а потом если получится у вас иногда включите youtube дома и ходите где я рассказываю про разных вещей и так далее со временем он начнет заинтересоваться слов до слов слов до слов может быть какие-то мои речи какие-то речи других мудрых людей со временем он начинает интересоваться я гарантия дам вам так мы многих мужчин помогли очень многим потом конце концов были случаи когда потом муж жена ходили к нам на тренинг на на курсах и так далее со временем мужчины выросли просто надо чтобы они тоже развивались му сторону мудрости успеха и так далее доброе время суток господин довлатов огромная благодарность за ваш труд благотворительность миссию я из казахстана работаю на наемной работе имею несколько маленьких бизнесов на земле занимались сетевым доход как такова нет постоянно ищу новые идеи новые проекты соответственно они мне и приходят и приходят вкладывать деньги то в один проект то в стивой то в обучение другому бизнесу то в поездки на конференции то в онлайн бизнес поэтому домашние говорят если бы не было у нас бизнеса денег было бы больше кредитов меньше несколько сетевых не получилось сейчас нашла несколько хороших сетевых проектов но боюсь заходить думаю что дело в моем мышлении распылялся сильно нет сконцентрированности на чем-то одном что посоветуете если вы свой вопрос повторно слышали наверно сами поняли что надо делать смотрите дело в том что дерево в одном месте растет и дает плоди если его постоянно снимать разные места сажайте вероятности того что это дерево умрет растет точно так же человек вы не можете везде преуспевать везде побывать у вас жизнь одна я тоже был раньше такой пытался все хватать все делать потом я взял для себя поднимался вершины горы когда вернулся домой я задумался мог бы одновременно подниматься пяти вершин и гор я понял точно не могу последовательно можно но одновременно никогда нет я это распечатали у себя офис и приклеит что ты не можешь одновременно подниматься скажем одновременно white решение то есть и не можешь одновременно покорять пяти вершин я написал себе и офис и приклеил чтобы этого не делать теперь после этого у меня пошло фокусирование прорект это я начинаю выбирать приоритетов и фокусируюсь на него и работаю. И мой совет к вам точно такой. Из всех то, что вы говорите, что занимался этим, занимался то, не получилось и так далее, не надо все делать. Выберите одно и преданно работайте на одно. Это похоже на создание семьи. Мы же не можем каждый день жениться и замуж выйти и так далее. Это похоже на это. Выберите одно, фокусируйтесь на него, работайте на это. Может быть первый год тяжелее, второй год тяжелее, но потом будет нормально. Не бойтесь, выберите одну, работайте. Но вот в те компании, которые вы говорите, что не получилось, там же есть люди, которые у них получилось, правда? Там же есть люди, которые успешнее продвигают это маркетинг и продукт. Скорее есть. Почему у вас не получается? Потому что вы полностью не решили с этим заниматься. Вы сомневались, поэтому у вас не получилось. Теперь у вас есть негативный опыт, который теперь вы вообще переживаете. Опять получится или нет? Опять не будет, как предыдущий, нет? Есть такая поговорка, что кто обжегся горячим молоком, кефира боится. Теперь поэтому вы любой новой компании видите и боитесь. Нет. Вам надо теперь среди опыта, который накопилось со всей времен, для анализа используйте, выберите одну компанию. Компания, которая продукт полезный. Компания, которая реально команда может строить. Компания, которая лидеры хорошая. Компания больше трех лет существует, сильный маркетинг имеет, прибыльный маркетинг имеет, прибыльный для компания и для лидеров. Вот зайдите в такую компанию и двигайтесь дальше. И оставайтесь там до конца. Тогда вы однозначно разбогатейте. Потому что некий опыт имеете же уже. Это очень хорошо поможет вам. Здравствуйте, адмират Давладов. Меня зовут Аминат. Мне 25 лет. У меня такая проблема. Я боюсь реакции людей. Когда мне нагло врут или же что-то говорят про других, я ничего не могу сказать. Не могу сказать свое мнение. Боюсь их реакции. Я мальчу. Из-за того, что я мальчу, они начнут наглеть и критиковать. Если я начну говорить, не знаю почему, я краснею, начинаю дрожать. Самой становится неудобно. Как с этим справиться? Помогите, пожалуйста, заранее спасибо. Аминат, дорогая, это нормально, когда ты один раз, два раз говоришь свое мнение против мнения другого, человека, ты покраснеешь, и у тебя пойдет адреналин, у тебя голос дрожит, или сухость в горло, или иногда руки, ноги станет какой-то там, дергается, и ты злишься. Это нормальное явление. А мой совет к тебе, продолжай говорить свое мнение. Продолжай людей ставить на место, когда они тебе врут, когда они критикуют тебя. Продолжай их на место ставить. Один раз, два раз, три раз, ты начнешь контроль свою эмоцию. Тебе станет легче. То есть, это первый раз у тебя такой будет. Первый, один раз, два раз, когда ты отказ получишь. Ты просто еще молодая. Жизнь тебе побьет немножко, и ты станешь как алмаз. Алмаз знаешь, что делает? Оттачит, бьют и тачит. Бьют и тачит. И поэтому алмаз, много гран, поэтому стоит дорого. Ты тоже такая. Я тоже, когда первый раз пошел, кому-то предлагали, я помню свою идею, там было три женщины. Она меня отказала, она меня критиковала. Я почувствовал, как бы то меня толком избили. Я почувствовал, как бы мне холодной водой прямо обливали меня. Дело стало какой-то мурашки. Я как-то стресс испытывал. Ну, это естественно. Но со временем я научился с этим работать. Так что, чем чаще ты это делаешь, чем чаще, тем быстрее справляешься. Так что, ты не должна сейчас думать о том, как ты выглядишь сейчас со стороны. Ты должна думать о том, как победить. Победить себя, победить вот этот момент и так далее. Если кто-то врет тебе, аккуратно скажи, почему вы так думаете? Вы действительно правду сказали? Если кто-то критикует тебя, мудро, без агрессии попробуй отвечать, аккуратненько, без агрессии. Когда агрессия, вот знаешь, шепотом разговаривай, тогда агрессия уйдет. А когда видишь, что там агрессия и так далее, сядь на земле, агрессия уйдет. А если видишь, что сильное напряжение пошло, скажи, давайте через 2 минуты вам отвечу, давайте я вам завтра отвечу. Знаешь, как я воспитал себя? Правило 24 часа я использую. Если даже кто-то меня сильно ругает и так далее, и так далее. Я этого учился у Гурджиева, кстати. И вот правило 24 часа. Если кто-то меня критикует, я иногда злю, хочешь ему сказать прямо лицо, потом я начну думать, я ему отвечу через 24 часа. Пока пройдет 24 часа, я осознаю, эмоция уйдет, осознаю. Потом приду, говорю, ты был неправ, потому что то-то, то-то, то-то. И все обоснованно. А если даже, понимаете, если кто-то там врет или даже если собираешься ругаться, драться, через 23 часа ты осознанно придешь и ругаешься. Потому что ты четко понимаешь, почему ты это делаешь. Вы мне поняли? Используйте правило 24 часа. Она вам сильно поможет. То есть в течение 24 часа не спешите делать вывод. Остеньте, посмотрите, подумайте. Потом вернитесь, снова говорите или снова делайте. Дорогие друзья, ставьте лайк под нашу рубрика. Рекомендуйте нашу рубрику своим знакомым друзьям. Теперь от теории приходите к практике. Пишите больше, хотя бы три вещей, что вам было полезно. В комментариях пишите три вещей, что было полезно вам из этой рубрики. Под нашей эта рубрика есть почта, где можно задавать вопросы. Сдавайте актуальные вопросы, всегда отвечаю. К вашим услугам бизнес-наставник из Востока.